Библейский портал экзегет.ру представляет Тринадцатая глава книги Иисуса сына Сирахова Для библейского портала экзегет, читаюсь и на дальний перевод Глава про то, с кем не надо дружить Может, лучше рассказал бы нам Иисус сын Сирахов, с кем надо дружить Гораздо полезнее Но он сказал с праведниками А с грешниками он долго и подробно расписывает, почему В прошлой главе он уже начал В прошлом было сказано, потому что в час беды он тебя не только бросит Но и подтолкнет, наоборот, к твоему падению Но и еще добавит к твоим несчастьям Ну а в тринадцатой тоже про грешников, но более конкретно Кто прикасается к смоле, тот очернится И кто входит в общение с гордым, сделается подобным ему Гордость как смола пачкает Интересно, да, потому что сразу начинается такое соревнование Кто круче Не поднимай тяжести свыше своей силы и не входи в общение с тем, кто сильнее и богаче тебя Какое общение у горшка с котлом? Это толкнет его, и он разобьется Да, металлический котел толкнет глиняный горшок, и тот разобьется Точно так же и дружба с олигархами не рекомендуется Богач и обидел и сам же грозит Бедняк обижен и сам же упрашивает Вот как несправедливо, казалось бы, он должен это порицать Но он говорит, учитывая это, выбирай себе ровню в друзья Если ты выгоден для него, он употребит тебя А если обиднеешь, он оставит тебя Ой, сколько таких примеров дружбы Только пока ты выгоден человеку Этот человек с тобой дружит Если ты достаточен Ну, в смысле, в достатке У тебя все в порядке с деньгами Он будет жить с тобой, истощит тебя А сам не поболезнует То есть, да Есть такие друзья, которые вечно забывают кошелек дома Чтобы не платить за себя, когда вы вместе где-то закусываете Возумел он тебе нужно будет льстить Тебе будет улыбаться, тебе обнадеживать себя Ласково будет говорить с тобой Скажет, не нужно ли тебе чего Своими угощениями он будет пристыжать тебя Ну, то есть, напоминать, что А я вот тебе там дал что-нибудь вкусненького Да коли два или три раза ограбив тебя Не насмеется наконец над тобой После того он увидит тебя, уклонится от себя Будет кивать головой при встрече с тобой Воспользовался и разорвал отношения Да, бывает Наблюдай, чтобы тебе не быть обманутым И не быть униженным в твоем веселье Когда сильный будет приглашать тебя Уклоняйся, и тем более он будет приглашать тебя Как с ним дружиться с этим сильным А вот не торопись принять его приглашение Не будь навязчив, чтобы не оттолкнули тебя И не слишком удаляйся, чтобы не забыли о тебе Вот мне кажется, с практической точки зрения Это глава вся практическая Тут никаких высоких наставлений нет Не будь навязчив, но и не будь букой Вот держи дистанцию, среднюю дистанцию В общении с человеком, который тебе интересен Не дозволяй себе говорить с ним, как с равным тебе Про сильного идет речь в данном случае И не верь слишком многим словам его Ибо долгим разговором он будет искушать тебя И как бы шутя, изведывать себя Не милостив к себе, кто не удерживает себя в словах своих И он не убережет себя от оскорблений и от уз Будь осторожен и весьма внимателен Ибо ты ходишь с падением твоим То есть вот твое падение Несчастье, которое может приключиться Оно в общении с сильными Мир всего вот прямо с тобой под ручку гуляет Очень легко не заметить, как оно возьмет на тобой вверх Услышав это во сне твоем, не засыпай Интересно, в каком смысле не засыпаю, услышав это во сне То есть мучайся бессонницей, вот когда с тобой такое происходит Верь с нам Похоже что-то в этом роде Во всю жизнь люби Господа и взывай к нему о спасении твоем Да, кстати, в скобочках Да, ну и Господа люби, тоже не забывай Ну, вот такая практическая мудрость Которая очень напоминает сегодняшние книги Как приобрести друзей, эффективное общение Курс переговоров, как продавить свою точку зрения И все это очень похоже по принципам Соблюдай дистанцию, не забывайся Понимай, что в общении с сильными ты рискуешь больше Чем в общении с равными и все такое прочее Но не был бы наш автор все-таки тем, кем он был Если бы он не упоминал, что вообще-то все от Бога Всякое животное любит подобное себе И всякий человек ближнего своего Всякая плоть соединяется по роду своему И человек прилепляется к подобному себе Вот общайся с теми, кто на тебя похож Какое общение у волка с ягненком Так и у грешника с благочестивым Какой мир у гиены с собакой Какой мир у богатого с бедным Ловлю львов дикие ослы в пустыне Так пастбище бедных богатые То есть как львы ловят диких ослов и едят их Так богатые ловят бедняков Отвратительно для гордого смирения Так отвратителен для богатого бедный Ну и не навязывай себя Если ты беден Вот помни о социальной дистанции Сегодня это употребляется Как полтора метра между потенциальными Источниками заразы А вообще-то социальная дистанция Это расстояние между людьми Разного положения в обществе Да, на то и социальная Помни о том, что ты можешь стать для него пищей И приближаясь к тебе Он, скорее всего, не сдержится Потому что какое общение у волка с ягненком И мир у гиены с собакой Когда пошатнется богатый Он поддерживается друзьями А когда упадет бедный То отталкивается и друзьями Да, бывает, как в мире бизнеса говорят Too big to fail Слишком большой, чтобы потерпеть неудачу Ну, он такой огромный Такой важный Надо ему помочь Он системообразующий А эта вся шелупоня Она пусть там Как хочет выбирается Наоборот, надо у них еще и отнять Логика богатых Да, к сожалению Когда подвергнется несчастью богатый У него много помощников Сказал нерепость И оправдали его Ну да Находятся пресс-секретари Адвокаты, которые объясняют Мы неправильно поняли Вы вырвали из контекста Подвергся несчастью бедняка Еще бронят его Сказал разумно Его не слушают О да Заговорил богатый Все замолчали И превознесли речь Его до облаков Заговорил бедный Говорят Это кто такой? Если он споткнется То совсем не извергнут его Вот да Нужно иметь вес в обществе Чтобы быть успешным Чтобы тебя услышали Чтобы приобрести еще больше веса И страшно, когда этого нет Все становится еще хуже И вдруг комментарий Хорошо богатство В котором нет греха И злобедность В устах нечестивого То есть Из всего вышесказанного Можно подумать Что богатый Это какие-то просто Злобные крокодилы Которые только жрут Все окружающее И себя услождают Да нет Бывает богатство В котором нет греха Но вот после этих долгих рассуждений Такое ощущение Что это какое-то Редкое исключение Кстати в Евангелии Мы читаем притчу О верблюде Игольном ушке Проще верблюду Пролезть в игольное ушко А люди все еще пытаются Как-то это модифицировать Сказать Нет Ну там наверное Какие-то другие слова Стали не верблюд А канат Как будто канат В игольное ушко Проще засунуть Ну потому что Трудно это Представить себе Богатство В котором нет греха Но бывает Хорошо богатство В котором нет греха И злобедность В устах нечестивого Как бы распадаются На две абсолютно разные Половины Этот стих Злобедность В устах нечестивого То есть Нечестивый ругает бедность Видимо так это надо понять И считает Что она всегда зло Но может быть Это не всегда так Сердце человека Изменяет лицо его Или на хорошее Или на худое Признак сердца В счастье Лицо веселое То есть Можно быть бедняком Но при этом веселым Радостным бедняком Только нечестивый Думает Что бедность Это всегда плохо Смотрите Вот есть Такое представление Что Бог Обязательно награждает Праведников Богатством Что человек богат И обязательно угоден Богу Да нет Вот Иисус Сын Сырахов Уже это отрицает И говорит Что гораздо важнее Быть счастливым А счастье Это от внутреннего Состояния души Признак сердца Сердце Вот прямо Ему так радостно Делиться с другими Этого не скажем Просто вот Бывает счастье А бывает мудрость Тоже разные вещи Не всегда Они идут вместе Так Ладно Ты нас запутал Иисус Сын Сырахов Вообще Кого ты считаешь Счастливым Об этом Следующая глава